Привет всем! Меня зовут Элеонора и вы смотрите мой кулинарный сериал. Сегодня я покажу вам, как я готовлю супер нежную печень в сметане. Самым первым делом, как всегда, зачищаем и нарезаем печень. У меня вот такой вот небольшой совсем кусочек. Сейчас я буду избавляться от всего, что мне не нравится. Вот она еще немножко даже подморожена, чтобы было удобнее. От вот этих вот белых жилочек разных, от кожи, от пленочки, от вот этой вот. Так что, сейчас отрежу, чтобы было удобней. Обрабатываем, так сказать, от всего того, что вам не нравится. Насчет нарезки я всегда нарезаю вот такими вот кусочками. Они довольно крупные, как мне кажется. Вот так вот напополам режу. Если вы хотите помельче, делайте помельче. Я больше люблю, потому что она все равно, как и все мясо, немножко уменьшится в объеме. Поэтому, чтобы хоть было, знаете, как на что посмотреть, что покушать, то делаю довольно крупные кусочки. Вот такая печенка у меня получилась. Все, что можно срезать, я срезала. Всякие ненужные штуки. Сейчас залью ее водой, потому что, вот видите, крови еще много. Пусть немножко почистится. И будем уже жарить. Пока печенка там отмокает водички, я нарежу лук. Буду резать его полукольцами. У меня такие, знаете, небольшие луковички. Поэтому пойдет. Разогреваем подсолнечное масло. Я знаю, что печень все готовят по-разному. И я не исключение. Это мой способ, моя последовательность особенно продуктов. Сначала я обжариваю лук. Обжаривать я его буду не сильно, буквально до мягкости, до такой прозрачности. Совсем немножко. Вот, смотрите, лучок стал более таким мягким. Он даже еще не прозрачный. Просто немножко размягчила я его. Теперь добавляю печень. Я ее, видите, высыпала в дуршлаг, чтобы жидкость стекла как можно больше. Вот, смотрите. Я делаю именно так, потому что печень, я же говорю, говорят, нельзя очень долго зажарить. И она станет вот прям деревянным. Поэтому лук даже может не успеть как бы приготовиться. Поэтому я немножко его размягчила. Потом добавляю печень. И сейчас буду обжаривать. Прошло около 10 минут. Видно, кровь еще немножко есть на кусочках. Но в целом уже, ну как бы, серый цвет есть, уже обжаривается. Мясо ждем еще 10 минут. Прошло еще 10 минут. Уже нет ни крови, ничего. Печеночка выглядит уже довольно поджаристой. Добавляю соль. Соль, в принципе, знаете, не стесняемся добавлять, потому что печенка сладковатая. Лучок тоже уже обжаривается, он тоже сладковатый. Поэтому не стесняемся, добавляем. И уже сейчас буду добавлять сметану. У меня вот такой вот стакан. Здесь 500 грамм. Но я сейчас посмотрю, сколько пойдет. Так, ну полстакана 100%. В принципе, я смотрю, что все в сметане, но добавлю еще совсем немножко, так как жидкость как-никак немножко выпарится, когда я буду жарить, тушить. Примерно где-то грамм 300 у меня ушло. Но это все, естественно, зависит от количества печенки, от ваших вкусовых предпочтений. Можно добавить немножко сметаны, если у вас нет много. И добавить немножко воды, загустеть все это дело можно мукой. Я этого делать не буду, я это не очень люблю. Я готовлю чисто вот на сметане, без воды. И все, потому что, вот видите, оно и так жиденькое. Оно сейчас немножко выпарится и само загустеет. Так, аккуратно открываем крышку. Вот, а то паром сейчас вас обдаст через камеру. Прошло еще минут 10. Вот видите, сколько жидкостей, тут и не надо воду никакую добавлять. Ну, лично я так делаю. Крышечка решила накрыть, чтобы не так быстро испарилась влага и протушилась печенка. Сейчас нужно нам ее попробовать. Поделюсь с вами своим секретом. Я когда беру что-то пробовать, в любой еде, хоть картошку жарю, всегда беру самый большой кусок, потому что если он готов, то те, которые поменьше, 100% готовы. Ну, ребята, мы же с вами уже как бы очень близки. Я могу вам показать, где я кусала. Вот, уже ни крови, сейчас, конечно, трескость наведется, ни крови, ничего нет. Вкусно и очень, кстати, мягко. Не деревянное, ну, вообще, ну, мягенькое мясо, ну, почти мясо, печень. Так что сейчас я просто доведу до вкуса и буду выключать, чтобы не сделать его деревянным, как говорится. Я еще немножко добавлю соли, потому что, повторяюсь, печень слабкая, поэтому ее нужно добавлять достаточно. Добавлю черный перец молотый. И еще хочу добавить паприку. Также забыла, вот, самый главный ингредиент. Это чесночок. Без него ничего не ем. Даже чай не пью. Шучу. Все. И теперь буквально тут, буквально секунд 10 и выключаю. Субтитры подогнал Игорь Негода.